21 февраля пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту номер 1, заходили в салон транспортного средства, а попадали в библиотеку. Вы являетесь первыми пассажирами необычного маршрута. Сегодня в нашем городе стартует акция «Читающий маршрут», которая проводится в рамках Года культуры и Международного дня родного языка. В этом троллейбусе, даже если ты не любишь читать, просто приходится этим заниматься. А те, кто не хочет этого делать, заставят библиотекарей, которые сегодня путешествуют по этому маршруту. Такую акцию организовала централизованная система библиотек города совместно с предприятием «Курская электротранс». Всего один троллейбус на маршруте стал литературным. Читательские билеты упразднили, а проездные – нет. Несмотря на то, что троллейбус читающий, правила оплаты проезда в нем никто не отменял. Но зато здесь есть книжки, которые пассажиры могут взять и почитать. Здесь главное не пропустить свою остановку, зачитавшись каким-нибудь любовным романом. Для читающего маршрута библиотекари подобрали в основном исторические книги. Мне, например, попался сборник «Стоять и заодно», в котором идет речь о Первой крестьянской войне и борьбе русского народа с иностранной интервенцией. Достаточно сложная литература для восприятия в такой обстановке. Ну, я в основном беру, знаете, какие такие вот романы, ну, Маринина и Рой. Вот такие вот беру, потому что уже исторически как бы тяжеловато для нас. Читающие пассажиры подбирали себе произведения по вкусу. В середине салона кто-то рассказывал вслух прозу, другие цитировали отрывки из рассказов. Некоторые демонстрировали технику речи. Это как в школе, знаете, на минуту очень сложное сочетание. Да, что? Старый пират. Сквайр, Трилони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об острове Закровищ. Специалисты библиотек с собой в читающий маршрут взяли книги с Букроссинга, с книжного проспекта, который открыт у нас в Центральной городской библиотеке имени Семенова, которая находится на Карла Маркса 23. То есть каждый желающий житель может взять книгу с книжного проспекта, взять ее и оставить в семье. И точно так же может свою книгу из своей домашней библиотеки принести, чтобы почитали ее другие жители города нашего Бурска. Троллейбус следовал по обычному маршруту, поэтому многие его пассажиры не успели оценить культурную составляющую поездки. В транспортном средстве слышались разговоры о поликлинике, вспыхивали локальные войны за удобное место в салоне. Многим было совсем не до книг. Скажите, пожалуйста, а вы знали, что это троллейбус читающий? Не знаю. Что дали мне? А я не знаю. Я еду, не знаю. А то проеду я. Дом проеду свой, надел. Ну что тут? Британские ученые выяснили, что лучшим средством преодоления стресса является как раз таки чтение, не чашечка чая и не прогулка. И об этом я как раз узнал о читающем троллейбусе. Дело в том, что библиотекари помимо таких вот произведений самих раздают еще и листовки с необычными интересными фактами о литературе. Даже окна троллейбуса превратились в информационные стенды. На них висели исторические справки о знаменитых курянах с фотографиями. Салон был украшен литературными лозунгами. Самое приятное, что все книги из читающего троллейбуса можно было забрать с собой. Каждая книжечка проштампована. Читающий маршрут. Мы думаем, что это не будет память проезда вот в таком интересном, необычном маршруте. Читающий маршрут занял всего лишь один час. От Знаменского собора до Триумфальной арки и обратно. Если вдруг вы тоже захотели прокатиться на таком троллейбусе, то такая возможность у вас будет. Такие маршруты станут вскоре регулярными. Весь 2014 год культуры. Раз в месяц читающий троллейбус будет стартовать от Знаменского собора по маршруту номер один. Следующий рейс состоится 21 марта и будет посвящен Всемирному дню поэзии.